Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре квадрик от компании Skystars, модель BigPig X120. Ранее со Skystars я не имел дело, хотя я смотрю, у них очень много разного товара. Например, вот такие вот регуляторы. Я думаю, что это на самом деле крупный завод, который делает железо для других производителей. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас в комплекте. Это зубочистка современная, мощная, силовая, даже можно сказать, которую нужно будет собрать самостоятельно. Для тех, кто хочет позаниматься работой вечерком, не просто купить и летать, а собрать зубочистку самостоятельно, это достаточно интересный выбор. Итак, друзья, начнем с рамы. Вот так вот выглядит нижняя пластина. Вижу, что все края запилены и рама, конечно, выглядит необычно. Давайте посмотрим на размеры. Здесь 3,5 миллиметра карбона. Да, неплохо. Думаю, что этот карбончик будет нормально держать удар. Далее идут моторчики. Моторчики Skystars. Ух ты, как они туго крутятся. Супер. 1106 на 4500 киви. Крепление пропеллера под два болта. Далее идет регулятор. Регулятор на вскидку на рампер на 20. Сейчас посмотрим в описании. Обычный регулятор 4 в 1. К регулятору, понятное дело, есть полетник. Я вижу здесь элементы LC-фильтра. Это F4 полетничек. Опять же, какой-то необычный. Думаю, что это тоже Skystars. Вообще точно 100% это завод, потому что вряд ли какой-то аннеймовый бренд может себе позволить сделать полностью свой квадрокоптер на своих элементах. И видеопередатчик. Отчасти он, конечно, мне что-то напоминает, но все-таки небольшие отличия от других видиков здесь есть. Максимальная мощность составляет 200 милливатт. И, конечно же, Smart Audio здесь также есть. Обратите внимание, разъем антенны OFL. Антенн как видеопередатчик. Силиконовые провода XT30 разъем находятся в этом пакете. Здесь какие-то элементы рамы, наклейка под аккумулятор, крепежные элементы, переходная рамка для камеры, силиконовые шлейфы, стоечки. Ух ты, работы мне предстоит. Непочатый край. И здесь также находится современная камера Runcam Nano 2. Отличная камера, я уже с ней ранее был знаком. Она стоит на квадрике BFPV HX100. Эта камера является аналогом Caddics EOS V2. А летать будет этот квадрик на пропеллерах Gemfan 2540. Вот такие вот пропы, 8 штук. Супер! Это действительно годные пропы. Теперь давайте посмотрим на Banggood, что нам здесь напишут. Во-первых, радует меня цена. В 108 долларов плюс купончик можно будет как минимум 7% применить. Это хорошая цена для большого тут пика. Единственное, что его конечно подсобрать нужно будет, но я не думаю, что будут какие-то здесь проблемы. Значит и гера используется MPU 6000, Betafly OSD, Back 5 вольт 3 ампера. Но это все не так важно на самом деле. Рама 116 миллиметров, толщина лучей 4 миллиметра. Хотя вы видели, я вам померил там на самом деле 3,5 миллиметра. Регулятор Skystars RC 20 ампер до 4 банок включительно. Пиковый ток составляет 30 ампер. То есть запас на самом деле здесь достаточно немаленький. Моторчики 4500 Kiwi 1106 и такое значение Kiwi по моему опыту подходит для использования 4-х баночного аккумулятора. Видеопередатчик 25 200 милливатт. Камера Runcam Nano 2 имеет 700 TiVL разрешение и линзу 2,1 миллиметра. Аккумулятор рекомендуемый 3-4 банки 400-500 миллиампер в час. Я буду, наверное, летать на CNHL 3.4s и 450 миллиампер в час емкостью. Вот так вот этот квадрик будет выглядеть. Кто следит за моим каналом. Ранее у меня на обзоре был, по-моему, от компании Transtec точно такой же визуально квад. Я думаю, что именно Transtec у компания Skystars RC делает эти квадры. Потому что канопа просто один в один. Прикольная компоновка, а также рама сделана достаточно интересная. Думаю, что эти перегородки будут давать возможность усилить эту раму значительно. Внешний вид вот такой вот здесь. Я вижу, что на фотке стек наполовину собранный, нарисован, а мне придется всем этим делом заниматься. Но ничего страшного. Думаю, что я как-нибудь справлюсь. Итак, друзья, распаковка подошла к концу, а сейчас переходим к сборке. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, квадрик собран. Вот такой вот внешний вид он имеет. Достаточно прикольный. И, конечно же, он сильно смахивает на транстек демон, который был у меня ранее на обзоре. Вполне возможно, что они делаются на одном и том же заводе. По поводу сборки, друзья, с какими нюансами я столкнулся. Значит, под камеру не было достаточно коротких по длине болтов. Пришлось брать 6-мм М2 болты, чтобы можно было ее здесь корректно закрепить. Далее, друзья, очень важно по высоте правильно установить этот стек. То есть, я снизу под регулятором установил не стойки, а пластиковые гаечки М2. Иначе камера упиралась бы в полетный контроллер. В моем случае она вроде как не упирается и даже есть возможность регулировать угол. Также очень важно, друзья, правильно рассчитать высоту стека, чтобы в это отверстие виднелся USB-разъем и вы могли к нему легко подключиться. Видеопередатчик я зафиксировал на третьем этаже. Антенка UFL выведена назад и вот она здесь закреплена хомутом вместе с силиконовым проводом на XT30. А две антенки под приемничек я расположил на лучах. Мотор крепится по четыре болта на мотор и пробчики я сразу зареверсировал. В комплекте идет восемь пропеллеров, поэтому четыре я установил на квад, а четыре также осталось запасных. Вес данного квадрокоптера без аккумулятора составляет около 89 грамм. Давайте подключим питание. Вот такая вот картинка нас встречает. Она достаточно неплохая, четкая, неплохие цвета и камера Runcam Nano 2 отлично справляется со своей задачей. Давайте проверим пищалку. Пищалка у нас работает только моторами и попробуем зармить квадрик. Вот такой вот звук работы мотора. В принципе я могу сказать, что по подшипникам они конечно не идеальные. Здесь допустим на левом верхнем еще нормальный звук. И на левом кстати нижнем. А вот два правых почему-то по подшипникам звучат не очень хорошо. Но посмотрим как он будет летать. И последнее, что осталось вам показать друзья, это то как я настроил этот квадрик в Betafly. В портах на третьем находится управление видеопередатчиком по протоколу TBS Smart Audio. На шестом находится приемничек S-Bus. В конфигурации я установил D-Shot 600. Холостоход пока 5,5%. Отреверсировал я моторы и соответственно в конфигураторе Bell Hellesuit я сделал реверс для двух неправильно припаянных моторов. 8 на 8 килогерц стоит обновление. Акселерометр я пока не отключал. Возможно буду пользоваться стабилизационным режимом, поэтому здесь важно прописать 180 градусов, чтобы квадрик мог армиться вверх ногами. Настройки здесь S-Bus, Red Base Set Receiver и вот такие вот галки я также проставил и активировал эти две галочки, чтобы квадрик мог пищать моторами. Power and Battery здесь в принципе все в стоке. Failsafe ничего не трогаем. Pit Tuning я только ввел свои расходы и здесь поставил 120, чтобы в режиме стабилизации он был не такой агрессивный. В ресивере я на своей аппаратуре AETR прописал, то есть это порядок каналов. В принципе я летаю на одном и том же профиле и поэтому здесь в стоке было TEAR по моему и я просто эти буквы переставил местами. В принципе все это тоже стоковое значение. Полетные режимы Arming, стабилизация Angel, Beeper соответственно и возможность перевернуться если квадрик упадет пропами к низу. Вот так вот выглядят настройки OSD. Они в принципе у меня всегда стандартные. Я переношу их через Dump и прошиваю отдельно свой любимый Digital Shrift, чтобы он выглядел более-менее современно. И давайте проверим версию прошивки, которую я установил. Полетник имеет Target Amnibus F4 SD и версия Bataflight последняя 4.05 от 1 августа. Отключаемся. Вот такой вот квадрик я сегодня собрал друзья. Достаточно интересный большой тут пик, зубочистка что ли. И посмотрим как он будет летать. В принципе пока у меня достаточно приятные от него ощущения. Здесь есть прокладка для аккумулятора, чтобы он не скользил. Я думаю буду использовать пока трехбаночные аккумуляторы, а там на месте уже будем разбираться. Я имею ввиду, что для использования четырехбаночного аккумулятора придется модифицировать PID. Сборка особо не сложная друзья, поэтому я думаю вы с ней справитесь. Если у вас будут какие-то вопросы по данной модели, задавайте их в комментарии под видео, а также в моей группе ВКонтакте, Фейсбуке на стене. Не забывайте общаться в моем Telegram-чате. Он самый крупный в Рунете. Чат по квадрокоптерам. Там уже больше чем 1300 человек. Общаемся онлайн на тему FPV моделей. И также я создал канал с различными скидками, купонами и распродажами на Banggood и других магазинах. И там можно реально круто сэкономить. Скидки порой бывают до 50%. Поэтому подписывайтесь на этот канал и всегда будете в курсе реально рабочих и крутых купончиков. Не забывайте про мой Instagram аккаунт, друзья. Туда я публикую различные новинки. Поддержите это видео лайком и советуйте новой модели для обзоров. Ждите полетный тест этого квадрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok